Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня мы отправляемся в безумный мир Схрона! Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика, книга вторая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава двадцать пятая. Я отчетливо понимал, вот они, мои последние секунды в этом мире. Давай, Вован, выдерни кольцо, прерви эти мучения, взрывай эту долбанную гранату! Не в силах пошевелиться, я только беззвучно хрипел. Пальцами одной руки десантник отогнул усики и выдернул кольцо. Изображение в глазах дробилось и множилось. Давай же! Смерть от Эвки будет милостивой! Лицо Вована скорчилось от немыслимого усилия, из ушей и носа струйки крови. Он замахнулся. Что ты делаешь? Все равно не докинуть! Я зажмурился, когда граната полетела в сторону монструозного инструмента, на котором наяривал Ульрих. Взрыва не было слышно, но страшная акустическая тяжесть внезапно пропала. Помотал головой, вокруг оседала пыль, стучали по полу мелкие камушки. «Пиздец!» – выкрикнул я, сплевывая кровавую слюну, но не услышал своих слов. «Охренеть! Контузило, что ли? Потом разберемся, где этот нацист!» Сквозь развивающийся дым я увидел черного козла. Он спрыгнул с постамента адской машины. Сайга почему-то валяется метрах в пяти, поэтому я выдернул револьвер и, прищурившись, колено послал одну за одной три мощные пули. Ломались медные трубы, сыпали искрами гранитные стены, но гад успел нырнуть в какой-то темный лаз. Шатаясь, я поднялся и подобрал сайгу. «Вот сука! Испортил, блин, приклад!» «Ну, попадись мне у шлепок! Я этот приклад тебе в глотку забью!» Звон в ушах утихал, стала слышна речь Вована. «Ебаный рот, сука, бля! Че за куняна?» Он пытался встать, но каждый раз оседал на пол. «Эй, не дергайся!» Я подбежал к нему. «У тебя стрела в плече! Слышишь, нет?» Он заморгал, безумные налитые кровью глаза приобрели осмысленное выражение. «Пятая контузия, ебаный насос!» Прокричал десантник и хрипло рассмеялся. Я тоже улыбнулся, осматривая рану. «Ну, ништяк! Стрела прошла на вылет, застряв прямо в бицухе!» Сняв рюкзак, вытащил аптечку. «Так, что там надо делать?» Я попытался вспомнить свои занятия по медицине катастроф. Наложить жгут или сперва вытащить стрелу? Инструктор, седой МЧСник с сизым носом про такое нам не рассказывал. «На хуй!» Отмахнулся здоровой рукой Вован. «Прикрывай фланги, ёпта!» «Надо залечить рану, погоди!» «Да ебать, куня! Сам, ёпта!» «Ну, сам так сам!» Залепив себе пластырем порез на ноге, занял позицию. Десантник прав, нельзя терять бдительность, старый нацик чертовски коварен. Краем глаза при этом я наблюдал за действиями Вована. Тот брезгливо отодвинул мою супераптечку, вытащил из магазина патрон. Затем расковырял его десантным ножом и высыпал порох. Такую же операцию проделал еще с несколькими. Рядом с горкой пороха положил зажигалку. Я не успел остановить этот варварский метод. Зажав в зубах ремень АК, Вован резко выдернул стрелу, немедля сыпанув с обоих сторон раны порох и, естественно, тут же прижег. Завоняло паленым мясом. Взревел этот псих, выпучив глаза. Выплюнув через минуту прокушенный ремень, ВДВшник осмотрел спекшуюся рану, удовлетворенно хмыкнул и сказал, «А вот теперь можно и бинтиком замотать». Я только покачал головой. Ладно, у десантуры свои методы. А тот уже рылся в аптечке. Пусть сам себя перебинтовывает. Но Вована, похоже, не интересовали бинты и марлевые повязки. Безошибочное чутье военного помогло отыскать заветный бутылек с медицинским спиртом. Забулькало. «Да и бог, хули!» Выдохнул он, закуривая. «Мне-то оставил хоть?» Я оторвался от прицела. «Есть, малеха, на обратка!» Тоже приложился к остаткам. «Блин, зачем я таскаю спирт в аптечке, если его все время выпивает Вован?» Но надо отдать должное. Даже те капли, что он мне оставил, прожгли нутро насквозь. Развеялась красная пелена перед глазами. Утих звон в голове. «Хорэ балдеть, ёпта!» Гаркнул десантник. «Ай да отыщем фашика! Ебать, он меня разозлил, ссыка!» Быстро собравшись, мы продолжили нашу опасную миссию. Обошли изуверскую звуковую машину. «Интересно, сколько она выдает децибел?» «Неплохо бы использовать для защиты схрона!» «Хотя большая, блин, надо разбирать, чтобы перетащить!» За установкой обнаружился лаз, куда сиганул Ульрих. Переглянувшись, мы разрядили туда по магазину. «Энде хох, сучара нахой!» Проорал Вован и прыгнул в темноту. Я припустил за ним, стараясь не отстать. Мне передалась ярость и задор обезбашенного десантника. Мы по-любому загоним эту крысу в тупик. Останется только придушить. Но, несмотря на охотничий азарт, я заметил, что рукотворные стены и тоннели сменились диким хаосом карстовых пустот. Мы уходили все ниже. Есть ли конец у этих пещер? Не окажется ли, что там скрывается более чудовищная и страшная тайна Рейха?» Под ногами зашуршала бумага. Я перепрыгнул раскрытый чемодан с рассыпанными чертежами и записями. «Драпает засранец!» «Боится!» «Это хорошо!» В этих раздумьях я чуть не влетел в спину внезапно тормознувшегося десантника. Присели под валуном, выключив свет. «Что?» Прошептал я. «Чем-то тащит!» Произнес Вован. «Знакомый запахан!» Я принюхался. «Ничем вроде не пахнет!» «Хуйня какая-то, блядь!» «Коробками пахнет!» «Эй, Вован!» «Какие коробки ты чё?» Походу десантуру контузило сильнее, чем я думал. Он загадочно помолчал, а затем включил фонарь. Показал ладонью держаться ниже. Мы поползли, пригибаясь меж валунов и прячась за наиболее крупными сталактитами. Вскоре подошли к очередному расширению подземного пространства, к колоссальному гроту. Я смотрел внимательно, однако не заметил никаких коробок. «Что ещё за коробки такие? Чё там померещилось в отбитой башне?» Тут вспыхнул обжигающий, как китайский ксенон свет прожектора и в камень, за который я только пригнулся, ударила очередь. «Ого! Старый добрый огнестрел!» «Крупнокалиберно шмаляется-ка!» Ко мне подполз оскаливший десантник. Он хотел высунуться, но очередь сбила его голубой берет. «Ебать пиздец нахуй!» Вован просунул сквозь прожжённые дыры головного убора два пальца. Я только покачал головой. «Вован, давай выключим фонари, обойдём его в темноте слева!» «А чё не справа, ёпт?» «Ну, в принципе, это без разницы. Рельеф вроде одинаковый. Ладно, давай направо!» «Ох, пошли слева!» Вздохнув, я тихонько пополз в темноте. Прожектор хищно шарил по камням. Мы периодически замирали, пережидая. То там, то здесь лупил пулемёт, но в стороне. «Потерял нас, сука!» Я усмехнулся про себя. Но радовался, как оказалось рано. Как атакующий тираннозавр заскрежетал оживший невидимый движок. «Блядь, ну что ещё за хрень придумал этот Бармалей?» Что-то залязгало, затарахтело. Луч прожектора поехал по широкой дуге. Когда галоген отвернулся, я выглянул и обомлел. «Да это же танк!» Захотелось протереть глаза. В танчиках я навоевал более сорока тысяч боёв, поэтому, конечно же, узнал силуэт немецкого ПЗ-3. Сколько же сотен я их сжёг бессонными ночами ещё до БП? «Я сгорю коробочкой, ёпта!» – заржал Вован. «На броне тысяча вёрст по Чечне накатал!» «Что делать будем?» – крикнул я сквозь вой мотора. «Щё бы в тур, сука! Или РПГ накройняк на!» «Извини, блин! Оставил дома!» «Короче, бля! Иди, ёпта! Отвлеки его, Саня!» «В смысле отвлечь?» Но Вован уже побежал, обходя рычащий танк сбоку. «Ну ладно!» Я врубил фонарь и замахал. «Вот он я, фриц поганый!» Яркий луч высветил мою героическую фигуру. «Заметили!» Упал, замолотила суровая очередь, а следом, как раскат грома, шарахнул выстрел башенного орудия. Снаряд взорвался от дальнюю стену пещеры. Охренеть, блин! Из клубов дыма на меня дёрнулся танк. «Вот это совсем хреново!» Я вскочил и побежал в сторону, пытаясь уйти от рыскающего света фары. Урчащий железный монстр набирал скорость. Крошились пыль вековечные сталактиты под лязгающими траками. Стучал пулемёт. Пули визгливо пели вокруг, сверкая росыпью рикошетов. Внезапно, сквозь эту какафонию, я опознал знакомые звуки. Очередь из ока. А через секунду адскую машину объяло пламя. Яркое зарево осветило даже дальние закутки великаньего грота. Я остановился, переводя дух. Танк тоже замер на месте. Как Вовану удалось поджечь его? Тут открылась крышка переднего люка. Громко, величав, выскочила тёща Валеры. Её кофту и волосы жадно терзал огонь. Перехватив сайгу, побежал туда. Хрен с ней, с бабулей. Но если вылезет Ульрих, я угощу его своими пулями. Возле танка столкнулся с Вованом. Закинув за спину аккаунт, с блаженным видом тянул ароматную самокрутку. Внутри танка гудело пламя, и что-то рвалось. Хана фашисту по ходу. И сжарился, как цыплёнок, гриль. Переглянувшись, мы побежали за уносящейся в темноту горящей бабкой. Догнав, повалили на землю и стали ботинками сбивать пламя. Я понял, что ничто человеческое ещё нам не чуждо. Мы спасаем приспешницу врага, которую стоило, конечно, пристрелить. Когда у тёщи перестало гореть, я устало перевёл дух и, достав сигареты, с облегчением закурил. Оглянулся на танк, тот уже прогорел дотла. Ничто живое не сможет пережить полыхающий ад. Хотя, конечно, надо будет заглянуть, чтобы убедиться наверняка, когда остынет. «Эй, Санёк, глянь-ка сюда!» позвал ВДВшник. «Ну чё там ещё?» Я направил луч фонаря в его сторону. Сигарета чуть не вывалилась изо рта. Такое я и представить не мог. Я отказываюсь верить. Это просто безумие! Глава двадцать шестая Здесь огромное подземное озеро, больше того, что мы видели с Валерой. Я подошёл к ровной, как зеркало поверхности воды и встал рядом с Вованом. Удивился бы гораздо меньше, если бы увидел пусковые установки Фау-2, сбитую тарелку инопланетян или гробницу древних гипербореев. Но меньше всего в пещере, в недрах Карельской тайги, я ожидал своими глазами лицезреть немецкую субмарину. Мёртвым обелиском возвышается над водной гладью обзорная рубка, вся в потёках мазута и в соцветиях ржавчины. Над нею немочно повис полуистлевший фашистский флаг. «Ебать мой хуй, сколько металлолома, то ж видишь?» «Да». «Как, блядь, её сюда затащило?» Я присел на колено и зачерпнул пригоршню воды. «Солёная?» «Походу, эта пещера соединена с морем». «Да уж, наверное, ебть не сладышким озером», хмыкнул Вован. «Кули они тогда не уплыли отседованно?» «Откуда я знаю? Может, сломалось что-то или топливо закончилось?» Ответил я, вытирая об штаны ладонь. Посмотрев по сторонам, обнаружил полуразрушенные остатки деревянного пирса. Так вот, как фашисты доставили сюда оборудование с помощью подводных лодок «Рексмарины», возможно, ещё до войны. Что же манило сюда фрицев? Хотя, естественное укрытие так и напрашивается для создания секретной базы. Я аж спотел, когда представил, сколько же ништяков попало к нам в руки. Теперь заживём, как подземные короли. Уйдёт много-много недель, чтобы изучить и обладить все закутки, но это всё потом. «Вован, ты хочешь есть?» «Конечно, ёпта, хули спрашиваешь?» Он бросил окурок в озеро. «Держи». Я вытащил из рюкзака и метнул ему банку тушняка. Достал и себе. Самое время подкрепиться. «Заебись, на!» Вован скрыл кинжалом жестяную банку. «В ханкале такую жрали!» «С госрезерва брал!» Я тоже распечатал себе тушёнку и взял раскладную ложку. «Погодь, на! Хули холодное точить!» «А где ты разогреешь?» «Горелку я не взял, и дров тоже не видать!» «Айда на танк поставим! Махом согреется, я тебе отвечаю!» «Да хуя раз так делал!» «Ну пошли!» Кивнул я. «Адисантура неплохо соображает в теме выживания. Мне есть чему поучиться!» Бугай подхватил одной рукой бабулю и закинул на плечо. «Вован, куда ты её потащил? Пусть себе лежит!» «А чё, ёпта?» Он посмотрел на меня с недоумением. «Ты же не хочешь засунуть каргу обратно в танк?» «Не, я, конечно, не против, но зачем тогда тушили её?» «Да не!» улыбнулся ВДВшник. «Это чисто шоб не съеблась! Бегать за ней потом по этим катакомбам! Ну и уна!» «Ладно, понял!» махнул я. «И вообще, у меня ж ранение!» «Вован опустил бабку на землю рядом с догорающим танком и поставил банку на раскалённую броню». «Давай, доставай, хули!» «Чё?» «Лекарства на!» «Ща под горячее подлечимся, ёпта!» «Тогда пили же спирт!» Я отвернулся и стал смотреть на огонь, чувствуя пристальный взгляд Вована. «Да блин!» «Разве от него что-то утаишь?» Опустил руку в рюкзак и со вздохом вытащил полторашку самогона. «О, это по-братски!» захохотал десантура. «Снимай банку! Согрелось, ёпта!» Мы принялись уплетать тушёнку запиваемым Сэмом или пить Сэмчик, закусывая тушняком. Это уже не важно. Даже то, что рядом в танке прогоревшие останки нацистского злодея не портит аппетит. На войне как на войне. Это было нелегко, но мы победили». «Кстати, Вован, а как ты умудрился поджечь ПЗ-3?» Спросил я, облизывая ложку. «Ну, это самое...» «Чё?» Он смущенно отвёл взгляд и нехотя ответил. «Да хули, была одна гранатка у меня». «А говорил, нету». «Ты тоже говорил, нету». Вован побулькал и приложился к бутыле. «А гранату всегда надо при себе держать. Десантура в плен не сдаётся». «Ладно, ладно». «Я забрал порядком оскудевший сосуд». «Ну, короче, я, значит, коробочку-то бля вхожу. Глянь, а мотор, сука, у него кожухом не закрыт. Прикинь на? И подумал, тогда РГДшку будет ну прям в самый раз туда засадить. Достал, как от сердца оторвал. И хуяк туда на! Кажись, топливный шланг задело, ну а там и бак пиздану. Красота она!» «В который раз поразился навыком Вавана. Один или даже с Валерой я бы погиб в этих страшных подземельях. Хотя в прошлый раз под жабой почти нормально всё прошло. Но на трезвую голову победа гораздо приятнее и весомее, что ли. Я пообещал себе больше никогда не лизать зюзю и не есть мухоморы». «Ну чё, ещё побиздим или до дома двинем?» ВДВшник сыто рыгнул и бросил пустую банку в огонь. «Погнали, конечно!» Закинув как мешок картошки коматозную старуху на плечо, десантник зашагал в сторону выхода. Я взглянул последний раз на обгоревший чадящий танк. «Вот тебе уничтожение мира, больной ублюдок!» Сплюнув, побежал догонять Вавана. «Ещё предстоит миновать полную разбежавшихся мутантов лабораторию!» «Чёрт!» «А ведь они теперь могут разбрестись по всей пещере! Ходить будет чертовски опасно!» Обогнав десантника, пошёл впереди. «Надо будет снять растяжки с люка и поставить в узком лазе, ведущем сквозь нагромождение породы!» «Хорошая идея! Вот только добраться бы до гранат!» Сделав пару коротких перекуров, мы без проблем дошагали до апартаментов. По дороге я хотел подобрать разбросанные чертежи, но потом плюнул на это дело. Зато Вован прихватил несколько листов бумаги, пояснив, «Газеты ябд закончились!» Осторожно вышли на галерею. Внизу воют и мычат голодные уроды. Боковым зрением я вдруг увидел движение, сработали рефлексы. Молниеносный разворот корпуса, бах, 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 стрелял от бедра. Картечь хлистала тварь, вырывая куски плоти из мерзопакостного организма. Блять, с обоих сторон несутся две стаи мутантов. Вован зарычал, положил тещу как ковер на перила, сухо затрещала ока. Я отрабатывал цели со своего направления. Порядок. Мои все. Хуйня делов, сплюнул сквозь зубы Вован. Бабка! Закричал я, увидев, что старую клячу вот-вот перевесит, и она улетит вниз на радость клацающих зубами уродцев. Стоять, мамаша! Десантура поймал тещу за шиворот и поместил на плечо. И снова гонка, снова бег по зловещим темным коридорам, снова выстрелы и разлетающиеся черепушки. Еще несколько фрагов. Отлично, меньше потом работы по зачистке. Но, как и переживал, твари добрались до завала. Одну пристрелил, остальные скрылись в тесном проходе. Перезарядив сайгу, первым втиснулся в расщелину. Следом рычал и матерился вован. Теча даже без сознания умудрялась портить жизнь, цепляясь то ногами, то головой за скальные выступы. На выходе меня встретил мясистый горбун. Одна рука коротенькая, как у младенца, зато другая, как у гориллы, накачанная и достает до пола. За ним копошатся еще пять-шесть особей. Заорало существо, замахиваясь огромной лапищей. Получи, паскуда! Сайга несколько раз плюнул огнем, убил еще парочку. Остальные завывая и хрипя скрылись в темноте. Проклятие! Разбежались таки! Не сказать, что я этому особенно рад. Ну, че, ептать? Из прохода показался Вован. Они разбегаются! Воскликнул я. Слушай, тебе надо остаться здесь, караулить этот лаз. Да без базара, а ты куда? Сгоняю до схрона, принесу гранаты, с очкариком придем, пусть забирает свою дорогую тещу. Только ты это, ствол мне дай, а то на кармультук патронов не маю-то. Да, конечно. Я отдал Сайгу разгрузку и рюкзак. Я быстро, ты главное этот час как-нибудь продержись. Да не ссы, братка, все будет пучком. Десантура, прикурив сигарету, повертел в руках мой карабин и проверил, как ходит затвор. Ну все, давай. Покедова. Эй, Санек, попить захвати. Я помчался по извилистым коридорам, готовый в любую секунду открыть огонь из револьвера. Добежав до речки, увидел их. Твари, согнувшись, лакают воду. Ну что ж. Мощно задергалась пушка в руках, несколько мутантов плюхнулись в реку. Из трех оставшихся две ломанулись в одну сторону и лишь одна в другую. Гадина дернула к моему схрону. Зато они научились бояться. Я побежал на ходу, перезаряжая барабан. Увидел уродца возле лестницы. Подняв револьвер, я прицелился. Нет. Тварь шмыганула наверх. Ее что, привлек запах человека? Ха, ну сейчас подорвется на растяжках. Я с улыбкой подошел к колодцу и посмотрел снизу вверх. Ползет мутантище, только лапы мелькают. Послал ему пулю вслед для ускорения. Полный негодование рев сотряс стены. Нравится, скотина? Крикнул я. В этот момент послышались удары по железной крышке люка. Сквозь вопли тварей я различил знакомые голоса. Санек, ты что ли? Что случилось? Орал Валера. Все откроем. Егорыч, давай колон. Саша! Крик любимый. Что они творят? Совсем рехнулись? Там же растяжки! Стойте! Нет! Во всю глотку завопил я. Отойдите от люка! А тварь лезет все выше. Санек, держись! Идиоты, стойте! Раскатистые удары по железу отдавались в мозгах. Рвануло. Вспыхнул свет из распахнутого далеко наверху люка. Я смотрел на него сквозь дым и падающие ошметки мутанта. В горле предательски щемило. Глава 27 Знакомо ли тебе чувство неотвратимой безысходности? Когда секунду назад все было хорошо, а сейчас чувствуешь, как стынет сердце, замирает дыхание, леденеют руки, кровь стучит в висках и ты не можешь говорить. Но больше всего давит жуткая звенящая тишина. Лезть наверх совершенно не хотелось. Я понимал, что там увижу. Подняв руку с револьвером, задумчиво посмотрел в его холодное дуло. Как теперь жить с этим грузом вины? Ведь это я поставил растяжки. Какой же я идиот? Почему не написал записку, чтоб не трогали люк? Что мне стоило это сделать? Саня! Раздался вдруг полной тревоги вопль айтишника. Что с ним? Валера, ты его видишь? Саша! Закричала Лена. Вот засранцы! Я облегченно улыбнулся и убрал револьвер. Да живой я, живой! Проорал им я. Это ж надо меня так напугать! Покачав головой, принялся карабкаться по лесенке. Едва только вылез, Лена бросилась ко мне на шею со слезами. Я погладил по спине и пониже, затем хмуро посмотрел на товарищей. Любопытный Егорыч осматривает вывернутый взрывом люк, хотя его даже не сорвало с петель. Он просто сыграл роль щита. Валера держал разбитый нос. Оказывается, от взрыва крышка отскочила вместе с кулуном, которым очкастый умник пытался сбить замок. Тяжелый обух прилетел прямо в нос, ну, зато очки целы. А чего там с Ульрихом? Поинтересовался дед. Вы его того? Альцбек опять проклятый? Я задумался потом, сказал, «Да вроде того». «Это славно. Можно тогда отметим, раз такое дело?» «Некогда. Есть небольшая проблема». Я отодрал от себя Лену и усадил на коробку с тушником. «Валера, бери вепорь, идешь со мной. Тещу нашли. Егорыч, остаешься здесь и охраняешь женщин и детей». «Доброе». Старче поправил усы, усаживаясь напротив колодца. «Ты снова туда? Нет!» вскочила Лена. «Все будет ништяк», успокоил ее. «Лучше приготовь пожрать, скоро вернусь». Взяв моток лески, я распихал по карманам оставшиеся гранаты, кивнул Валерий, и мы полезли в темноту. Старался двигаться быстро, но чертов очкарик постоянно тормозил. «Блин, чувак, ты можешь побыстрее перебирать кеглями?» не выдержал я. «Че ты орешь?» заорал Валера. «Ты что, не видишь? У меня, блядь, нету фонаря». «А, точно». «Ну, так бы сразу и сказал, но все равно надо спешить, Вовану может понадобиться помощь». «А что с мамой? Ну, с Антониной Петровной?» «Да жива, жива, бабуля, рад небось». «Ты знаешь, двоякое чувство», помявшись, признался Камрад. «С одной стороны, я, конечно, очень люблю и безмерно уважаю Антонину Петровну, а с другой, а с другой, она дьявол воплоти, верно?» перебил я. «Ну, я бы сказал помягче, конечно». «Да ладно, не стесняйся, твоей жены тут нет. В принципе, как вариант, могу предложить отдать старуху мутантам, от нее даже костей не останется». «И никакого гемора, как тебе идея?» «Ты что, а кто будет помогать с детьми?» «Ну, смотри сам, что для тебя важнее, собственные нервы или закидоны полоумной корги?» «Решать только тебе». «Я доставлю маму к Люсичке», твердо сказал очкарик. «На твоем месте я бы не пускал в бункер фашистскую пособницу». Улерик зомбировал ее с с помощью каких-то веществ или устройств. Антонина Петровна не стала бы помогать по своей воле. «Разве такое возможно?» «Ну-ка, колись давай ФСБ». «Ну, я не могу рассказывать о всех секретных разработках». «Да ты просто не знаешь ни хрена», заржал я. «Что? У меня был допуск высшего уровня. Я сканировал спецдокументы. Есть десятки способов подчинять людей с помощью определенных технологий и половина из них успешно применялась в массовом порядке». «Конечно, конечно, рассказывай». «Это правда?» У очкарика даже голос дрогнул от волнения. Хотел еще как-то подъебнуть комрада, потому что бесила его подкаблучность, но в этот момент слух поймал глухое уханье. «А голос верной сайги я узнаю где угодно и хоть в каком состоянии». Плюнув на выкрики вольеры ломанулся со скоростью проворного спринтера и добежал как раз вовремя. Вован отбивался сразу от нескольких уродов. Эпично развивался плащ шкур, мелькал фонарь в боевом танце, разлетались в разные стороны мутанты. Хреново лишь то, что десантура проделывал это, используя в качестве дубины мою сайгу. Что за варварство? «Пригнись, Вовчик!» Надо отдать должное, он расслышал и мигом среагировал, бросая в перекат могучее тело. «Нет!» Мое лицо страдальчески скривилось, когда карабин лязгнуло камни. «Блядь, Вова!» Я принялся стрелять, разрывая тушки твари убойными пулями. Ништяк. Сдув дым со ствола оружия, направился к Вовану. Во мне все бурлило от негодования. Из завала вынырнула еще одна морда с далеко посаженными как у лягушки глазами. Не останавливаясь, снес башку человеку амфибии. «О, заебись, братка, не вовремя подоспел!» заорал десантник. «Я их почти заебошил, ебте!» «Блин, Вован, я нахрена тебе оставил две сотни патронов, а? Чтобы ты сделал из нее палицу?» «Да ладно, ебт, пиздос, короче, некогда перезаряжать было, полезли сучары из этой дырени, как глисты и сраки, ебана!» «Кули магазин десятка всего на!» «Дай сюда!» «Я забрал родную сайгу и чуть не расплакался! Если б стоял выбор она или Лена, я бы на самом деле задумался! Причем сильно задумался! Коллиматор в хлам разбит, всюду царапины! Ох, блин, не дай бог еще ствол повело!» «Да ладно, Санек, не серчай, еба!» Десантник опустил голову. «Хош! Короче, тебе калаш подгоню или эмку! В идеальном состоянии, бля, буду, даже муха не еблась!» Я грустно вздохнул. «Как объяснить этому, 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 блядь, Вовану, что у меня основной боеприпас двенадцатого, мать его, калибра!» «Ладно, ствол, кажись, в норме, остальное подрихтуем!» «С тебя причитается теперь!» Сухо ответил я. «Да говно вопрос, братка! Коль ты обламываешься, ситуация так сложилась! Че с тещей-то делаем? Где твой корифан, на?» «Отстал немного, сейчас должен прийти!» «А, вон же он, сука!» Я обернулся, Валера слепо щурясь и спотыкаясь асталактиты, приковылял из темноты. Дорогу он подсвечивал зажигалкой. «Что с мамой?» Тут же спросил он. «Заебок, маман, живая здоровая, на!» «Получите ёбте, распишитесь!» «Блядь, что с ней? Что с волосами?» «Обгорел слегонца!» Пожал широкими плечами Вован. «Слегонца? Это ты называешь слегонца? Что я скажу Люси, когда она такое увидит?» «А че еба, платок ж можно завязать и не видать будет!» «Не кричи, друган», сказал я. «Забираешь тещу или как?» «Забираю!» «Тогда идите к выходу, а твоих я с Егорычем отправлю». «Хорошо!» «А ты че, Санек?» спросил Вован. «Поставлю пару растяжек и додому». «Дай мне одну, а то вдруг враги, а я без гранаты на...» Я, скрипя сердце, протянул одну F1. «От души, братух!» Он просиял, пряча подарок в шкурах. По пути аккуратней, несколько твари пристрелил, но еще две бегают где-то. «Пусть попадутся, выебуна!» усмехнулся ВДВшник. «У меня были большие сомнения, что он выражается фигурально». Дохляк попытался поднять старуху, но десантура со словами «Дай сюда!» привычным движением закинул ее на плечо. «Что ж, еще одной проблемы меньше. Как же меня задолбало эта история с фашистами и полоумной бабкой? Я проводил их недолгим взглядом и вытащил остальные гранаты, последние три штуки. Так, парочку поставим в проходе, а один у себя в колодце. Люк ведь сейчас не запирается. Одну растянул на том конце лаза, другую на этом, чтоб не сдетонировала вторая, если попрет вдруг какая нечисть. Быстро закончив, я поспешил домой, в голове только одна мысль залечь и уснуть. Высунувшись из люка, услышал скрипучий голос. Ну шо, Санек, победили супостатов? Победили, дед, победили. Я снял рюкзак и сайгу. Завершили начатое. Шо ж, он важно пригладил бороду. Это надо б надпраздновать. Не, Егорыч, в другой раз. Нужно срочно передислоцировать родственников Валеры в штаб десантуры. Есть! Старик щелкнул валенками. Поднявшись наверх, я, конечно, охренел от творящегося бардака. Дети перевернули все вверх дном, нарушили мой идеальный порядок. Они как раз строили домики из книжек, а Лена с женой Валеры смотрели сериал. Обрадовав новостью о возвращении тещи в лоно семьи, я спровадил всех и, не раздеваясь, рухнул в постель. Девушка еще что-то спрашивала, что-то насчет ужина, но я уже провалился. Все, спать. Больше никаких интриг и хрен кто меня разбудит в ближайшие сутки. С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше безумное путешествие в схрон, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И, как всегда, до встречи в следующих мирах.